Всем здарова, братва на связи, как всегда я, Малфой, и это 41 серия Пути Бомжа на Блэк Раше. Думаю, все уже видели предыдущий видос там, где я тимился, будучи маньяком. Наказание получил и, казалось бы, ситуация решена, но на форуме Блэк Раше объявился некий Александр Мироненко. Он и написал жалобу на Димасика Малфоя. Хотя стоп, ребятки, какой Димасик, если никнейм на Пути Бомжа у меня вообще Артем Повидлов? Даже когда в чатик я пишу, там все отображается. Чтобы вы понимали, мне грозит бан аккаунта за многочисленные нарушения, давайте разбираться. Первая претензия звучит так. Если он ютубер, то ему позволено оскорблять игроков? Чел бежал и говорил не ему лично расстояние 10 метров. А он на видео его оскнул. Галимым чмо будешь ты, почему он так делает? Вам словами не передать, в каком я сейчас в шоке. То есть щелик убегает от меня, произносит всякие там оскорбления и это не в мой адрес? Автор темы, ты в глаза долбишься, купи очки. Моя фраза чмо галимым будешь ты вполне нормальная и подмечу. Она сказана не в игре, а на моем ютуб канале. Это мои видосы и я вправе говорить все, что захочу. Причем здесь вообще мой аккаунт на Блэк Раше. Вторая претензия, но это вообще прикол. Неоднократное тим на МП. Если он несколько раз тимился, значит он несколько раз нарушал правила. А за многочисленные нарушения идет наказание. Бан вроде. Это даже звучит смешно. Забанить игрока за то, что он просто тимился на МП. Даже если на то пошло, то многочисленные нарушения считаются только тогда, когда я был наказан. А это всего лишь один раз и то джаил 30 минут. Очевидно, что автор темы пытается меня слить. Хотя казалось бы, что я кому плохого сделал-то, а? Третью претензию, это вообще как можно было додуматься? Тайминг 5.52. Транслит. И он также неоднократно делал, если смотреть все видео. Автор, ты реально думаешь, что слово тим это транслит? Открой, пожалуйста, гугл-переводчик и посмотри. С английского это переводится как команда. А транслит вообще выглядит по-другому, лишь бы в жалобе больше пунктов придумать. Четвертая претензия. Ну, ребятки, кто там связан с религией? Лучше отойдите от экрана. 1.28 назвал игрока, вот же жучара. Жук это один из символов Египта, возможно, и с религией касается. Я думаю, что да. Мне реально стрёмно это комментировать. Какая религия? Какой Египет? Какой вообще жук? Вот же жучара, вот же жук. Это обычное выражение, которое употребляет половина моего города. Ну а пятый пункт, как и все предыдущие, высосан из пальца. Сказал, запошлял, что-то с 18+, нет? Я употребил слово, запошлял. Тебе сложно вписать в гугл и разобраться, что оно значит? Забошлять, это значит заплатить, дать взятку, внести деньги и все в этом роде. Что по игровому процессу полностью подходит. Давайте меня еще за это забаньте, ну. Следующая претензия касается моего приветствия. Почему он меня братом назвал? Я не хочу, чтобы он был моим братом. Брат это близкий в семье, семью не трогай, бан или мод. Да удали ты наконец-то, ютуб, скачай себе одноклассники и смотри видосы там. Что я уже не так сделал? Почему Александр так сильно хочет моей блокировки? Седьмой пункт касается общения с администрацией. 6.58, но НРП пишет в чат, что такое, и так РП нету. Так я же общаюсь с админом сервера и рядом РП персонажей нету. В таких случаях МГ можно и не соблюдать. Дальше он решил подытожить все претензии и сделал итог. Почему ютубер себе такое позволяет? Сейчас детсад пойдет за кумиром делать так же, он не предупредил, что так нельзя. То, что он мою братву называет детсадом, да ты вообще бесстрашный. Даже если в паспорте у тебя там циферка 16 или 17, это до одного места. По мышлению ты застрял в первом классе. И такое чувство, что одноклассники над тобой издеваются. Ну а по поводу предупреждений, ну что еще сказать? В ролике я несколько раз повторил, что за Тиму получите джайл на 30 минут. Если автор темы неадекват, ну толку ему что-то доказывать. Итог, посадить и замутить надолго или бар? Не, ну если это все сделать с тобой, то я не против. Но объективно все твои пункты высосаны из пальца, меня не за что банить. Давайте лучше посмотрим ответ от администрации. Отказано доказательство от третьего лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова